Доброго всем дня, друзья, меня зовут Флоки и добро пожаловать на новенький ролик по игре Кэтс. Вы уже очень давно у меня просили котяток и сегодня я для вас их наконец-таки записываю. Как вы помните, в прошлой части мы остановились на 14 этапе чемпионата, я без времени ничего не проходил, хотя уже прошло 5 дней с последнего ролика, просто потому что я не хотел сбивать стрейк из мгновенных переходов. В общем-то, тачка у меня осталась такая же, просто я поменял немного заднее колесо, оно у меня теперь не с бонусом на катер и не на 3 звездочки, как было, оно теперь у меня на 5 звездочек и с бонусом на проныру, но не с таким уж и большим на самом деле. Давайте мы попробуем пройти этот этап чемпионата, в общем-то я еще не воевал с моими противниками, сейчас посмотрим, что они себя представляют. Так, ну здесь парень такой средненький, мы его сразу вальнули. Так, дальше у нас тоже нормальный пацан, ну давайте сейчас просто спокойненько посмотрим, ничего я комментировать, наверное, тут не буду, просто тут уж все понятно, сейчас мы будем просто валиться с ними и надеюсь то, что у нас все получится. Вот если сразу мгновенно перейдем, то это вообще будет замечательно, если уж не получится, то будем прокачивать тачку и потом уже переходить. Но пока что вроде бы у нас все очень даже хорошо и идем мы просто замечательно. Так, очень странная машинка у чувака, скорее всего он рассчитывал на то, что на него будут заезжать противники, но увы нет. Так, вот этот парень был жесткий, но мы его победили, отлично. Так, дальше у нас катер неплохой, мы его также побеждаем. У нас уже 9 побед в копилке, замечательно. Уже 10, кстати. Блин, мне уже кажется нужно сменить немножечко моего персонажа, потому что он, блин, уже надоел мне этот катонатор, сейчас какую-нибудь новую маску что ли сделаем. Так, опа-на, интересно, тут у нас вот такой вот лазер мощный. Хорошо, сейчас хпшечку немного прокачаем, потом уже сможем спокойно переходить. Замечательно. Ну все, только одного пока что победить не можем, и это у нас катер с достаточно большим количеством хп и средненьким таким лазером. Так, у него получается здесь где-то 3000 атаки, и блин, мне нормально так придется прокачаться на самом деле. Ну, 7000 хп мне точно надо, ребят, по-любому. Ну, давайте сейчас попробуем это что-ли сделать, если получится, то будет вообще офигенно. Если уж нет, то нет, скорее всего. Придется уже комплекты там выливать, открывать ящики и тому подобное. Так, давайте для начала сменим нашего персонажа, а то мне уже реально надоел этот катонатор. Можно что-нибудь новенькое поставить, а то я уже столько шляпок себе напокупал и бегаю только с одной. Так, пакет у меня был, пенсное было. Ну, давайте поставим космонавта, а то у меня еще ни разу такого, ну, такой шляпки еще не было, так что мне она нравится на самом деле. Окей, так что у меня по корпусу. Корпус у меня первого уровня, и колеса как раз-таки дают такой небольшой бонус к проныре. Можно поставить заднее колесо на ставочке, на быстрой ставочке. Так, и здесь у меня вот есть стопроцентная ставка, да, я так понимаю? Хотя, смотрите-ка, здесь она на самом деле не совсем стопроцентная. И если выстрелить у нас получается не успеет. Ну, давайте пофиг, все равно на этого поставим. Хотя, блин, очень, мне просто очень смущает эта ставка. Ладно, давайте рискнем и поставим вот на этого. Ладно, вообще вот пофиг, просто рискую ради вас. Надеюсь, что у нас все получится, и 5% мы свои точно получим. Так, дальше у нас еще одна ставка, но пока мы на нее ставить не будем, потому что у нас уже это колесо стоит на другой ставке. И там пока что, ну, другое прокачивать нет смысла, но и так уже практически на максимум. Так, теперь мы прокачиваем, получается, наш корпус. У меня есть пару здесь вещичек, которые, ну, пора бы уже куда-нибудь влить. Так, вот такая вот у меня есть ракетница-близнецы на Титан, так что давайте мы сюда их вольем. Плюс 500, кстати, очень даже хорошо. Так, плюс еще 263. Так, это на что у меня? На классику. Легендарочка. Ну, не знаю, мы, наверное, эту легендарочку сюда вольем. Ну, просто потому что она мне не понадобится, так как классики на два крепления у меня пока нет. Она мне еще не выпадала. Еще многие говорят то, что ее сейчас не существует, но на самом деле, ребят, уже и на три существует. Сени сундуков выпадает после обновления. Все это реально. Надеюсь, наконец-таки в этом ролике меня все подписчики мои, которые смотрят Кэтс, услышат. И мне уже в группе ВКонтакте не будут писать по поводу того, что им выпала такая классика. А я говорил то, что она выпасть не может. Но теперь уж может, ребят, выпасть. Так что можете не писать. Я уж сам знаю то, что она выпадает. Ладно, давайте последний уровень прокачаем на нашей пронырке. И уже отправимся в бой, потому что у нас уже ХП очень-очень даже много. Еще сейчас у нас колесо. Если зайдет ставочка на 5%, тоже прокачается и будет хорошо. Кстати, сколько я открывал сундуков, мне так и не выпала ни одна деталька золотая. Хотя у меня и, получается, были звездочки на сундуках. Но не знаю, почему не выпало. Вот реально, что-то вообще не повезло как бы. На 5 звездочек военные детали мне вообще не выпадают. Хотя бы, если бы хотя бы одна выпала и на нее залетела звездочка, то вот мне и золотая деталь. Но фиг, такого ни разу не было. Очень странно. Хотя сундуков я много открыл, реально. Мне раньше так часто с этим делом везло, но сейчас что-то вообще никак. Ну ладно, все равно мы сейчас перейдем на золотые детальки. Сундуки у меня уже там подготовлены. Так что можно будет их спокойненько открыть и посмотреть, что крутого выпадет. Сундуки у нас, конечно же, когда мы переходим на новый этап, они тоже становятся для нового этапа. То есть, если вы сундуки с первого этапа оставите, например, уже готовые. И перейдете там, ну, например, на пятый этап. То уже у вас там, ну, для пятого этапа будут сундуки. Так что можете так спокойно делать. Окей, переходим мгновенно. Посмотрим, какой нам там ящик сейчас выпадет. Я на самом деле не успел посмотреть, но тут, как обычно, супер ящик. Что-то там в этот раз нам не очень часто уже везет с этими легендарочками. Ну, на самом деле, ладно. Может быть, потом повезет. Вот, возьмем здесь, пожалуй, бекончик у меня есть и лошадка вроде тоже есть. Почему мне не выпадают наклейки, которые мне нужны? Ух ты, хорошая комета, но жалко то, что у нее два отверстия под аксессуары, а не под оружие. Так, кстати, нитро первая золотая деталь нам выпала очень хорошо. Катер такой себе и дрель для титан. Блин. Ну, на самом деле, такой себе. Так, здесь еще не все прогрузились. Так что можно пока что на нашу секретную тачку сменить, чтобы никто нас не видел. Хотя одна защита у нас уже есть. Ну, давайте проверим эту нашу тактику. Эту нашу тактику. О, не тактику, а ставку, которую мы сделали. Надеюсь, все-таки у меня выиграть получится. Было бы очень неплохо. Ага. Фиг мне. Я лоханулся с тем, что вообще катер не заехал на классику. Хотя я на это очень сильно рассчитывал. Ну, да ладно, ничего такого. Мы смогли спокойненько восстановить. Так, здесь у нас что? Здесь у нас снова классика. Так, ну, блин, эту ставку я тоже не знаю, на самом деле. И что-то какие-то все здесь тяжелые ставки сегодня. И не знаю даже, блин, смогу ли я хотя бы одну из них выиграть. Ладно, оставим пока что наше колесо. Ждем пока что у нас тут на пятнадцатом этапе накопится народ. Но что-то как-то пока что совсем никак. Так, так, тут у нас нифига себе. У чувака пять тысяч урона. Надеюсь то, что он не успеет к нам подъехать. Также здесь еще две тысячи семьсот сорок урона. Блин, ну здесь уже чуваки просто очень серьезные. Просто очень реально серьезные. Придется, наверное, даже и атаку здесь прокачивать нормально так. Так, дальше здесь у нас фанат мясника. Ну, здесь понятно все. Так, дальше, ну, мощный, да, тоже мощный. И с двух выстрелов он меня завалит. А я его с двух уже не завалю. И это меня напрягает на самом деле. Блин, ну, тут очень тяжело будет, ребят. Реально, очень тяжело будет. Ну, еще раз давайте взглянем на нашу тачку. По идее, блин, нет, с двух ударов я точно эту пирамиду не завалю. Ну, давайте попробуем, знаете, что сделать. Посмотрим на нашей основной тачке, как у нас вообще дела здесь обстоят. Может быть, мы все-таки кого-то сможем выиграть. А, здесь у него нажали в основном урон, у этого Олега. Так что не очень-то он и страшный. Здесь, надеюсь, меня ваншотом не завалят. Отлично. Неплохо он улетел. Дальше у нас Титанчик. Скорее всего, он перевернется. А, он не перевернулся, но один выстрел у него в небо улетел. Дальше у нас здесь вот такой вот очень странный, ну, просто очень странный валун. Вообще такая очень странная конструкция. Здесь у нас вот такой вот катер, но, блин, не знаю. Он такой себе. Так, этого мы побеждаем. Скорее всего, это какой-то читер, потому что у него слишком странная конструкция. Либо он просто сменил тачку на ту, которая у меня. О, я так и хотел. Так и хотел как раз-таки с этой пирамидой. Отлично. Это просто отлично. Так что, чё теперь? Ещё новые появились. Блин, ну давайте пока что тачку нашу секретную поменяем. Чтобы, блин, никто там под нас ничего не сделал. И пока что можем, наверное, запустить новый сундук. Пусть пока что открывается. И мы будем ждать, когда у нас уже будет в чемпионате 15 человек. О, всё, 15 человек. И давайте сейчас попробуем. Блин, ну пока что мы всех выигрываем. И эта тачка очень даже хорошая. Хотя, в прошлой части мы не могли 14 этап сразу там пройти. А тут смогли. И может быть даже следующий у нас получится. Так, неплохо. Пока что неплохо. Ещё одного побеждаем. Дальше. Оу. Оу-оу-оу-оу-оу. Вот это тактика. Вот это тактика. Такого я ещё не видел, ребята. Ну ладно, мы его побеждаем. Блин, ну это жёстко было. Как же он высоко улетел просто. Так, дальше. Ох, а это мощный парень-то. Ничего себе, надо будет урон прокачать немного. Так, этого побеждаем. Дальше. Давай-давай, быстрее-быстрее, чтобы никто там не успел под меня тачку сделать. Так, этого тоже побеждаем. Давайте, пожалуй, выйдем. И я сразу сделаю немного побольше урона. Чтобы спокойненько перейти. Пока что ребята здесь ещё не оклемались полностью после мгновенного перехода. Мы сейчас всё это по-быстрому прокачаем. Так, что у меня тут есть по вливанию урона? Давайте посмотрим. По уровню у меня-то там уж всё максимально вроде как. Так что мне осталось бы влить немного атаки. Так, здесь у нас 344. Если я волью в мою легендарную ракетницу, то сколько это будет стоить? 86 тысяч. И сюда тоже можно немного влить. И всё. Атака у нас нормально повысилась. И того, парня, мы теперь точно должны побеждать. Давайте тестим. Тестим, ребята. Никто у меня ещё звёздочки не забрал. Надеюсь, ты отлетишь от меня. Отлично. Всё, продолжаем, ребят. Пока что у нас всё хорошо. Остальных мы вроде как побеждаем. Хотя я там ещё не всех успел посмотреть. Вот. Так, с этим парнем мы тоже справляемся. Это хорошо. Блин, это классно будет, если мы сейчас два этапа пройдём. Так, этого мы с двух выстрелов. Отлично. Такс. Всё, мы этого уже побеждали, ребята. И мы, кажется, снова проходим мгновенно. Если там никто тачку не изменил прям так сильно, то тогда будет вообще классно. Этот, кстати, Олег себе поставил этот, как его, ковшик. Но он ему всё равно не поможет. Но эта тактика, конечно, там с полётом на этой проныре была вообще жёсткая. Такого я ещё точно не видел. Вот. Видел, конечно, ну, тактику, которую называют спиннером. Вот. Это, блин, я вам тоже показывал уже очень много раз. Но чтобы так улетать, я такого ещё не видел. Ещё, кстати, видел такую же проныру спиннер, которая по этой тактике играет. Но, знаете, там прикол в том, что та машинка очень высоко улетает. Вот мне несколько раз этот бот попадался. Или это не бот, это обычный человек, кажется. Он мне несколько раз попадался в быстрых боях. И он реально улетает очень высоко. Снова, блин, супер ящик. Где мой легендарный ящик? Вы уже мне надоели. Когда же мне уже наконец-таки повезёт? Так, отлично. Мы разблокировали более крутые детальки. И, блин, я вот не помню, какая мне из этих наклеек-то больше нужна. Скорее всего, я вот эту возьму. Просто я не помню точно, какая мне нужна. Не скажу пока, для чего мне нужно. Но, блин, просто они мне нужны пока что. Это останется в секрете. О, наконец-таки у меня выпал какой-то крутой корпус золотой на две звёздочки сразу. И, наконец-таки, у меня выпал лазер больше, чем на одну звёздочку военную. Хотя там у меня на две вроде бы выпадало. Но они у меня вообще не мощные. Так, что у нас здесь? Тут у нас почти всё заполнено. И, надеюсь, сейчас, когда начнём бой, будет всё заполнено. Ага, ещё нет. Так, с этим всё хорошо. Лек. Это как лол и кек одновременно. Так, отлично. Денчика мы тоже валим. Замечательно. Так, здесь у нас уже парим помощнее. А хотя он из-за своих колёс мне проигрывает. Это классно. Так, здесь у нас что? Здесь лазер. Блин, 7 тысяч урона. Мне придётся, наверное, атаку сейчас прокачать. Здесь тоже мощный пацан, блин. Мы его валим. Отлично. Что, может, атаку, что ли, сразу прокачаем? Я вот не знаю, на самом деле. Мне кажется, то, что это будет хорошей идеей. Прокачать сразу атаку, пока здесь ещё народ не собрался полностью. Хотя здесь, видите, ну в сети, конечно, полно народу. И всё, полностью накопили. Сейчас ещё немножечко вольём комплектов в наши оружки. И потом уже попробуем перейти. Блин, что там всё так жёстко-то происходит? У меня всё защита. Защиты прям даются так быстро. Мне нужно по-быстрому сейчас, получается, влить урончика. Урончика мы сюда, наверное, воткнём немножко. Чтобы всех летунов побеждать. И ещё вот сюда. Блин. Я вот не знаю даже. Может быть, мне попробовать потом близнецы немного прокачать по уровню именно. Потому что, видите, у меня они вообще что-то не сильно прокачаны. Если я их прокачаю по уровню, будет неплохо. Так, ну давайте. С двух выстрелов мы его не побеждаем до сих пор. Так что сейчас можно будет близнецы наши немного вкачать. И тогда мы уже точно должны выиграть. Кстати, там у меня один пацан забрал звёздочку. Это не очень приятненько. Сейчас мы попробуем у него её отобрать. Так, мы возьмём какие-нибудь здесь оружки и вольём в наши близнецы. А какие здесь у меня есть классные оружки? Скорее всего, пилы вот эти различные. Мы сейчас их попробуем влить. И тогда мы уже точно сможем спокойно перейти. Плюс 55 урона, плюс ещё 55 урона. Мы это всё купим, чтобы потом не заморачиваться. Так, это тоже купим. Дальше я возьму помощнее детальки. Где они у меня там валяются-то? Так, вот на 5 звёздочек. И тоже мы сейчас их сюда вольём. Так, и ещё одну. Всё, мы практически нормально так атаку уже повысили. Сейчас я продам пару деталек, чтобы тоже лишний кристалл не тратить. Вот, ну просто я уж могу это сделать. Надо будет потом инвентарь почистить на самом деле. И тогда уже можно будет спокойненько всё это вкачивать прямо на серии. Просто перед этой серией я, честно скажу, не очень сильно готовился. Так, ну если я сюда волью, то я уровень повыше? Нет, немного не хватает. Тогда я это продам, это тоже. И волью ещё вот это. Всё, отлично. Теперь мы уже пробуем. И давайте, наверное, ту пирамиду мы из двух выстрелов попробуем завалить. Давай, отлетай. Отличненько. Всё хорошо, мы её валим. Дальше у нас здесь очень, кстати, каверзная такая тактика, которая меня очень бесит. И, блин, можно про неё уже даже ролик отдельно снимать, потому что она стала достаточно мощной в последнее время. Так. Ой, а вот этого парня-то... А, я про него не забыл, да. Он что-то конструкцию сменил немного. И стало неплохо. Так, Сашу мы валим, хотя он был достаточно мощный. Дальше. Ой. Ой-ой-ой. Если бы импульса не было, этот парень бы меня на изи завалил. А это что такое? Ох, блин, как же было жёстко. Если бы у него были близнецы, я бы помер. Так, здесь лазер. 5000 урона, но мы его валим. Отлично. Лазер просто в небо. Серьёзно, если мы сейчас сможем перейти... Блин, как же это будет офигенно. Но нет. Нифига подобного, потому что здесь мне ещё надо и ХП прокачивать жёстко. Блин, ну там парень вообще какой-то мощный. Просто вообще. Как же я его побеждать-то буду? Давайте-ка ещё раз посмотрим. Так, это не он. Мы-то тут немного ХП-шку прокачаем, потом-то мы его завалим. А тут-то мне немножко надо прокачивать. А дофига просто. Вы просто посмотрите. 7000 урона. Блин, это очень мощный парень. Я ещё раз посмотрю. Он успевает меня отронуть в своей циркулярке? Скорее всего, один раз точно успевает. И нет, не успел. Тут я ещё раз от его импульса отлетаю. Тогда у нас есть шанс его победить, если я выдержу атаки его... Этого... Лазера. Тогда у нас реально есть шанс победить. Но, блин, мне нужно 8000 урона как минимум. Ой, 8000 здоровья как минимум на моей тачке. И как мне это всё сейчас вкачивать? Будет очень тяжело. Блин, колёса, может быть, какие-нибудь посмотрите. У меня там бигфутов полно на 5 единичек. Может быть, для проныра? Ага, вот, для проныра, кстати, неплохо. Ну, мы что-то слишком низко смотрим. Давайте, пожалуй, оставим всё-таки наше колесо. Не хочу сильно рисковать. А это колесо я, пожалуй, лучше волью. Так, не сюда я волью, а в корпус. Всё, отлично. 16000 мы потратили. Блин, нужно, скорее всего, реально очень жёстко машинку прокачивать. Так, здесь у меня колесо на ставочке стоит. В начало бы, на самом деле, передвинуть. Ладно, это тоже на ставке. Здесь у меня для титана. Тоже сейчас вольём туда в корпус. Будем в основном с бонусами вливать. И, блин, может быть, мне всё-таки продать пару деталей, чтобы у меня были денюжки. Я вот не знаю. Если я так сделаю, то будет неплохо. Ещё, кстати, серия, наверное, длинная получится. Вы реально просили подлиннее серии по кэтс. Они и так редко выходят сейчас. Ну, так что я, наверное, её тоже достаточно длинную постараюсь для вас сделать, чтобы вы поставили лайк и вам это понравилось. Вот, чтобы у вас прям так вот... Вы такие, хоп, блин, что-то давно не было кэтса. Наверное, он выпустит новую длинную серию. Я посмотрю и буду довольна. А если уж нет, то тогда будет очень плохо и фигово. Так, а здесь у меня для чего? Давайте посмотрим. А для титана? Для титана я буду всё вливать. Дальше у нас для кометки. Ну, нет. Для кометки, если я буду её собирать, то уже оружие будет помощнее. Здесь у меня для проныры. Ну, это именно в хпшечку. Но это тоже мне не надо будет. Так, дальше вот это вольём. И вот это, пожалуй. Ну что, у меня 8000 здоровья есть. Может, сейчас попробуем. Не знаю, выдержу ли я его лазер, но это просто жесть какая-то, а не лазер, блин. Я не знаю, как с этим лазером бороться. Нет, всё равно, видите, с одного выстрела. Сколько же там атаки-то? Ну, этого мы уже вроде как побеждаем, но всё равно. Надо ещё немного урона прокачать. Ой, здоровье. Блин, как же это на самом деле отстойно, когда всё так плохо происходит именно в плане здоровья. Конечно, проныра в плане здоровья это вообще очень плохой корпус. Ну, придётся что, комплекты, наверное, сюда вливать. Причём, придётся, наверное, в колёса вливать их. Так как, ну, вливать в корпус не выгодно, потому что тут у меня уже есть две единички для этого энергии. Так что мы вольём, наверное, вот в это колесо немножко. Потом вот сюда немножко. Ну, вроде как всё, что ли. Ну, корпус какой-нибудь продадим. Ещё можно и в другое колесо заднее влить. Ну, давайте вот эти колёса. Они мне вообще, ну, просто не нужны. Я вообще не понимаю, кто хранит вот эти вот колёса. Они такие громадные. Ну, может, для каких-то тачек они подходят, скорее всего, для прыгунов. Но мне что-то как-то они вообще не заходят. Так, окей, всё. У нас практически 10 тысяч урона. Ой, здоровьица или 10 тысяч есть? 10 тысяч есть. Ну, давайте, выживаем. Отлично. Блин, и тут нас циркулярка добивает. Как же это тупо? Мне там тупо одного выстрела не хватает, чтобы его завалить. Давайте ещё, короче, по одному комплекту вольём. И тогда, если мы выживаем, то всё. Мы переходим мгновенно. И у нас 3 этапа за серию. Это просто офигенски. Это реально просто офигенски. И мы вообще практически кристаллов даже не потратили. Так, как раз-таки у меня тут есть 3 комплекта. Сейчас я всё продам мне ненужное. И мы отправимся реально уже в бой. И я надеюсь, что мы сможем одолеть этого чувака. Будет очень приятно, если мы сможем так много этапов за серию пройти. Так, блин, как же подлагивают эмуляторы? Все, причём, эмуляторы что-то подлагивают. Хотя вот этот мой, конечно, он меньше всего подлагивает, когда продаётся что-то. Но всё равно лаги, конечно, есть. Ладно. Выливаем, получается, вот в это колесо. 43 тысячи тратим. Потом выливаем вот в это колесо. Ещё... А не 43, тут уже 37. Ладно, поменьше. Это хорошо. И сюда мы вольём за 37 тысячи. Ну, потому что детальки послабее. Ну всё, у нас 12 тысяч здоровья. И сейчас мы уже точно, наверное, должны побежать. Ну, я надеюсь на это. Так, ну давай, бро, бро, бро. Тащи. Ну почему? Немножко всё равно не хватает. Блин, дурацкая циркулярка. Сколько же мне можно прокачиваться-то уже? Ладно, давайте это в корпус, в то ли вольём. У меня уже кончились вот эти вот комплекты. Теперь придётся именно уже заниматься прокачкой корпуса по-другому. Я уже, ну не знаю, что делать. Тут у меня для кометы очень хороший импульс. Ладно, пробуем. У нас ещё немного повысилось хп. На два уровня я, конечно, прокачал нашу тачку. Ещё, кстати, ящики остались, которые я так и не открыл. Так, ну блин, не знаю. О! Вау! Просто милиписька хп остаётся, и мы его выносим. Блин, как же это кайфно, ребята. Вот просто один в один мы прокачали, и я очень доволен. А этот-то как меня побеждает? Фак, ещё новенький появился, который меня побеждает. Ладно. Я вас понял, ребята. Сейчас мы прокачаем атаку. Блин, у меня так классно гемов набралось здесь вообще офигенски. Такс, и что? Здесь мне придётся именно комплект вливать. Вот блин, а? Вот же меня подставляет парнишка-то. Ладно, давайте сюда. Тут 172 тысячи, а сюда влить? Ого, 300, нифига себе. Ладно. Лучше за 172, пожалуй, вольём, потому что что-то там это совсем много. Ну всё. Надеюсь, больше никто ничего не прокачивал. И мы сейчас спокойненько переходим в следующий этап. Блин, как же офигенно за серию сразу три этапа пролетать. Это очень классно. Ребята, блин, вообще, наверное, будут довольны. Ну, эта серия реально получилась очень классная. Я просто уже вам реально давно обещал серию по кэтс, и вот она наконец-таки выйдет. Просто уж извините то, что так долго не было. Я ещё ластдей просто снимаю. И пока что вам всё-таки ластдей реально по просмотрам и по лайкам. Я вижу то, что больше нравится. Ну, если, конечно, вы хотите, чтобы я дальше снимал кэтс, ребят. Чтобы я понимал то, что кэтс вам тоже нравится, то, пожалуйста, давайте набирать лайки. Потому что вы видите то, что просмотров-то кэтс набирает, ну, достаточно много. Но лайков почему-то он набирает не так уж и много по сравнению с ластдей. Вот просто, ну, это видно. Ластдей там набирает около пяти тысяч лайков, блин, каждая серия. Около трёх, и просмотров набирается примерно столько же, как и на кэтсе. Хотя, кэтс набирает, ну, блин, реально, там, около тысяч лайков. Хотя, если бы он набирал побольше, блин, у меня бы вообще была жёсткая мотивация снимать кэтс. Вот, ластдей я снимаю, потому что у меня жёсткая мотивация из-за ваших лайков. Так, что? Ну, вы издеваетесь. Три этапа и ни одного легендарного сундука. Ну, это уже совсем беспредел. Хорошо, мы, блин, за серию передвинулись, получается, с конца каких? Военных деталек на серединку золотых. И что? С этого сундука у меня выпадает лазер. Кстати, золотой, который можно будет сейчас воткнуть на нашу оружку. Хотя, на самом деле, пока что не знаю, как он будет себя вести. Но, видите, золотые детали пока что не густо мне так выпадают. Так, что у нас по новому этапу? Здесь мы кого-нибудь сможем одолить? Я вот думаю то, что нет. Потому что здесь уже парни достаточно серьёзные. Этого мы победить не смогли. Этого, скорее всего, тоже не сможем. Потому что здесь аж 10 тысяч урона. Так, ну, эту писюльку мы сможем, наверное, завалить. Отлично, смогли. Ну, посмотрим, сколько человек мы всего сможем завалить сегодня. Если, ну, много, то будет, на самом деле, хорошо. И можно сказать то, что тачка, сама конструкция, ну, очень так, блин, надолго её хватило. Это меня радует. Так, с этого мы тоже, наверное, валим. Замечательно. Тут у нас, ну, мощный чувак. Если сейчас заехал бы на нас, было бы классно. Но, увы, не успел. Так, здесь у нас пила. Ого, как он улетел-то. Ничего себе. Снова летающие титаны в сериях. Это, конечно, жесть. Окей. Этого мы тоже валим. Ну, от меня, конечно, от моего импульса титаны улетают только так. Здесь мы на него заедем. А вот это очень неприятно. Блин, ладно. Потом с ним как-нибудь разберёмся. Так, дальше у нас мощный танк. И он меня валит. Очень мощный. Блин, катер, столько хп, столько здоровьица. Это вообще жесть. Так, ну, пока у нас 7 побед точно есть. Потом у нас, блин, это не летун даже. Это просто чувак, который ко мне подъезжает и выносит дофига урона. Так, дальше. Валим. И у нас в итоге 8 побед. Ну, неплохо, если учитывать то, что до этого мы 3 этапа подряд прошли. Плюс ещё на четвёртом мы 8 побед сделали и вошли в топ... Сколько? В топ 6. Ещё, ребят, хотел сказать, переходить ли мне этапы по времени, либо также оставить мой стрик побед подряд. Вот сколько у меня тут мгновенной победы-то? Уже 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9. 9 уже мгновенных переходов подряд. Это очень классно выглядит. Блин, хотел бы я, конечно, чтобы у меня всё было в мгновенных переходах. Здесь я на первом ранге прошёл, здесь, блин, лоханулся вообще на втором. Вот единственный этап, где я лоханулся очень жёстко. Ладно, давайте на прощание откроем все ящики, потому что что-то они у меня стоят. Я так их и не открыл. Циркулярка. Ох ты, ох ты, ничего себе. Сколько золотых деталек-то выпало. Ой, очень прям хорошо. Так, открываем давайте этот сундук тоже. Посмотрим, что из него выпадет. Пила, золотая деталька луноход, золотая. Вау. Вау, вы просто посмотрите на эти близнецы. Это очень круто. А давайте посмотрим, сколько на наших близнецах атаки. Так, нажимайся. Здесь у нас 2637. Это ещё с вылитыми комплектами. Если мы поменяем, то будет очень даже неплохо. Плюс там ещё бонус, конечно, на проныру. Ладно, посмотрим, какой бонус будет у этих близнецов. Если что, можно будет поставить. Так, здесь у нас нитра аж на 4 звёздочки. Ничего себе. Вроде только перешли в золотые детали, а уже практически максимальное количество звёздочек на них выпадает. Очень прям хорошо. Так, и открываем последний наш ящик. И в нём выпадает лазер очень слабый, потому что на 4 энергии. Потом, блин, такие колёса классные выпадают. Валун, кстати, неплохой. Конечно, с одним креплением, но всё же всё равно неплохой. Ладно, ребята, на этом, наверное, серия подходит к концу, потому что мы уже перешли аж 3 этапа мгновенно за одну часть. Открыли пару ящиков. Ну, реально, очень классно прокачали нашу машинку. И серия получилась достаточно позитивная. Такая, прям, ну, без остановки я говорил. Это тоже всё мне очень нравится. И вроде бы я не молчал, не тупил. Всё было хорошо. Если что, моменты, где я продавал, я тоже постараюсь вырезать, чтобы вам было не скучно смотреть. На этом всё, ребята. Огромное всем спасибо. Ставьте, пожалуйста, лайки, пишите комменты, подписывайтесь на мой канал. Всем удачи и пока-пока.